Здравствуйте, меня зовут Сергей Проходский. В студии Апрель мы создаем сады. И сегодня вместе с каналом Процветок хотим поговорить о деревьях. Конечно, если подумать про классические стандартные парковые деревья, такие как липа, мелколистная, крупнолистная, клёны, дубы и так далее. Для небольших участков зачастую это чрезмерно крупные деревья. И одно такое дерево, например, к примеру, орех, оно может полностью заполнить пространство в диаметре на 10-12 метров. Что же делать, когда площади и территории гораздо меньше? На самом деле есть целый диапазон растений, в частности деревьев, которые будут гораздо более компактными, небольшими, а зачастую даже карликовыми. И как раз-таки в этом случае это выход. Когда у вас есть буквально несколько соток для своего сада или для ландшафтной композиции, есть вариант использования как раз-таки компактных карликовых деревьев. Какие же они могут быть и на что следует обратить внимание? Значит, во-первых, сначала оттолкнемся от группы небольших деревьев, которые могут достигать несколько метров в высоту или несколько метров в диаметре. Прежде всего остановимся на очень широко известном клёне-астролистном, в частности его форме глобозом. Если сам по себе клёне-астролистный крупное парковое дерево, которое может вырастать там на 20 метров высотой, то форма глобозом отличается компактными размерами. У неё шаровидная крона, и в реальности большинство лет своей жизни она смотрится в виде шарика буквально несколько метров в диаметре. Только лет через 50 она может разрастись, и крона достигает 4-5 метров в диаметре. Но всё равно она отличается очень хорошей плотностью, компактностью, и создаёт неповторимый объём для небольших участков. Кстати, в последние годы широко встречается в продаже и её отдельная декоративная форма Golden Globe, которая ещё будет, кроме этого, отличаться золотистой-жёлтой листвой, что придаёт какой-то свой неповторимый колорит. Если у вас позволяют условия по зимостойкости, можно попробовать как вариант с шаровидной крона использовать катальпу бегну невидную. У неё есть сорт Nano, который отличается тоже небольшими размерами, а катальпа очень интересна крупной листвой, и в совокупности с таким хорошим шариком, который она формирует, получится примерно идентичный вариант использования. Единственное, что необходимо помнить, что эта порода для средней полосы недостаточно морозостойкой. Вполне возможны варианты по, соответственно, обмерзанию побегов или недостаточному росту. Также очень популярны среди садоводов и ландшафтников декоративные сорта небольших деревьев с плакучими кронами. Самый, наверное, известный среди них – это берёза повислая форма юнга, ну или по-другому плакучая. Дерево отличается тем, что прививается на штамбе, и крона имеет только ниспадающие плакучие ветви. Благодаря этому получается такой хороший небольшой шатёр. В совокупности с бело-чёрным стволом – хорошая цветовая гамма. Берёза повисла, и в частности её форма юнга устойчива в наших условиях. С этой формой не будет проблем ни по подмерзанию, ни по нехватке плодородия почвы, потому как, в принципе, это дерево отличается толерантностью и неприхотливостью. Поэтому высаживать можно без проблем. В сравнении, допустим, с видовой берёзой повислой, которая достигает тоже крупных размеров, и кроме этого очень интенсивно поглощают воду из почвы, почему и часто её называют водяным насосом, с берёзой юнга проблем будет существенно меньше, с учётом соразмерности крона и корневой системы. Также следует обратить внимание на интересное растение, как вяз. У него также есть декоративная форма, называется пендули. Есть форма кампердоуни, которая образует настоящий зелёный шатёр, внутрь которого со временем даже можно будет зайти. Причём очень плотные кроны, которые будут сохраняться только по габитусу, то есть внешней оболочкой. На порядок более медленно растущее дерево в сравнении, допустим, с той же берёзой. И если вы покупаете небольшой экземпляр, то ждать хорошие кроны, то есть именно самого шатра, придётся десяток-два десятка лет, поэтому надо быть к этому готовым. У этих форм, у берёзы, у вяза важно обратить внимание, что эти формы привитые, соответственно, прививка идёт на штамбе, то есть на стволике. И изначально необходимо покупать такие растения на выраженном штамбе, то есть на штамбе высотой хотя бы минимум метр восемьдесят, а лучше два метра, потому как как раз-таки тогда мы сможем получить в дальнейшем полноценное растение и пользоваться им на сто процентов. Не с точки зрения даже и декоративности, но в том числе, соответственно, как вариант такой зелёной комнаты или зелёной беседки. Кроме этого, есть и более компактные плакучие формы. Допустим, у хвойных пород широко распространена лиственница, и у европейской, у западной, у японской лиственницы есть формы, которые называются пендуля плакучая или рэпенс, ползучая, которая тоже прививают на штамб. И это гораздо более компактные деревья, которые в диаметре уже будут буквально до одного метра. По высоте, соответственно, также будут зависеть от высоты прививки, но будут использоваться как раз-таки как небольшие совсем растения, которые внедряют в декоративные группы, в цветочные композиции, как небольшое хвойное растение. Плюс интересна также лиственница ещё тем, что она меняется в течение сезона. То есть сначала, соответственно, она зимнеголая, потом появляется нежная молодая зелень, а в дальнейшем осенью она становится золотисто-жёлтого цвета. Очень приятного, изящного, изящной фактуры и внешнего вида. Особое внимание, наверное, стоит обратить среди таких вот как раз-таки небольших деревьев на колоновидные формы. Ведь зачастую мы, по сути, про них можем даже просто забывать. А на самом деле есть целый ряд растений, которые будут обладать устремлённой вверх кроной, по принципу колоновидной, конусовидной, пирамидальной кроны. Такие растения будут занимать буквально метр-два в диаметре и, соответственно, подниматься в зависимости от вида и сорта на высоту двух, трёх, пяти, иногда шести, восьми метров. То есть, по сути, они минимально будут затенять растения вокруг, потому как обладают узкой кроной. Кроме этого, соответственно, они являются хорошими вертикальными акцентами. Понятно, что многие из вас сейчас могут подумать про те же широко известные туи западные, например, смарад, о которых мы уже ранее говорили. Но в настоящее время следует в то же время обратить внимание на, допустим, можжевельники. Можжевельника скального, который является устойчивым, неприхотливым растением, то есть неприхотливым в целом и к почвенным условиям на предмет влаги, на предмет питания, зимостойким в нашем условии, засухоустойчивым, плюс отлично растет в условиях воздушного загрязнения, то есть в условиях города или близости, соответственно, каких-то промышленных производств. Так вот, у этого можжевельника есть два, наверное, наиболее распространенных сорта – Skyrocket и Blue Arrow. Skyrocket будет отличаться очень хорошей свечеобразной кроной или конусовидной кроной, Blue Arrow – более колоновидной. И один и второй можжевельник очень приятно окрашены в такую сизовато-голубую гамму, что будет их хорошо отличать от той. И в то же время за счет этого по декоративности они подходят буквально в любую композицию, потому как будут ее дополнять, не контрастировать, соответственно, с теми растениями, которые вы будете использовать. Единственное, необходимо обратить внимание, что эти можжевельники желательно на зиму связывать по кроне, чтобы, соответственно, снег не разваливал ветви и крона оставалась такой же вертикально вытянутой. Если вы хотите высаживать у себя такие растения, помните про то, что для того, чтобы крону удерживать плотный и аккуратный, также вполне возможно понадобится стрижка раз в год, раз в два года, которая будет создавать более плотный каркас. И тогда их точно не растереплет ветер, и они будут полностью радовать вас на протяжении ближайших нескольких десятилетий. Есть также колоновидные сорта и у можжевельника обыкновенного. Например, сорта такие как Сентинель, и близкие к нему. Плотные, аккуратные, небольшие по размерам. Если можжевельник в скале Скорокет Блю Эро достигает высоты двух, трех, иногда четырех метров, то сорта можжевельника обыкновенного более компактные. Как правило, полтора, два, два с лишним метра высотой. Единственное, что будут отличаться по размерам. Широко известен еще также сорт Сьюцика и Хиберника. У можжевельника обыкновенного также есть свои особенности. Наряду со своей неприхотливостью есть и негативный аспект. В частности, на первом весеннем солнце эти сорта можжевельников могут обгорать. Если так сложатся условия, что до этого солнца будет мало, а потом резко увеличится инсоляция, плюс будет снежная подушка, которая будет отражать, соответственно, они могут подгореть. Поэтому к этому надо быть готовым и заранее, соответственно, их закрыть. В остальном проблем с ними, я думаю, у вас не будет. Кроме этого, надо отметить, что есть целый ряд растений, которые могут расти по-разному. То есть, в зависимости от условий, в зависимости от того, как вы с ними работаете, формируете. Они могут расти, допустим, в форме высокорослого кустарника или в виде небольшого деревца. Смотрите, например, сирени, обыкновенную венгерскую или ту же мейрополибен, можно формировать по-разному. И про это я уже частично говорил в предыдущих видео. Та же иргаламарка, очень широко известный высокорослый кустарник, также может быть сформирован в виде небольшого деревца. Сюда же отнесем сумахуксусный и, допустим, его сорт десекта. Неприхотливое очень растение, в некоторых местах даже сорное, но просто неподражаемое по своей красоте, абсолютно нереальное осенью, благодаря чему оно ценится широко в садоводстве. Так вот, эти растения также можно выращивать и формировать по-разному. То же самое можно делать с широким спектром боярышников. Очень известный, кстати, популярный сорт у боярышника обыкновенного, полускарлетт, который отличается, кроме своих небольших компактных размеров, в виде небольшого деревца растет, очень нежным, мокровым, насыщенно-розовым цветением. Если по зимостойкости ему чуть-чуть будет не хватать, и в целом может потребоваться либо укрытие, либо участок с благоприятными микроклиматическими условиями, то, в принципе, он заслуживает своего внимания, если немного ему добавить ухода. Ну и, конечно же, в завершении следует отметить и совсем маленькие, такие суперкарликовые сорта и декоративные формы деревьев, которые можно использовать у себя на участке. Можно встретить в продаже, допустим, у сорта смараг, ту и западной, формированные на штамбе компактные шарики или форму, которая называется чупа-чупс, где этих шариков может быть в том числе и несколько. То есть это достигается путем стрижки. Кстати, в варианте использования стрижки как раз-таки можно содержать некоторые растения, которые подвергаются этой варианту обработки, в небольших компактных размерах. Помните про это? И, соответственно, можно гораздо более широко использовать привычный, скажем так, для нас ассортимент растений. Также я бы обратил внимание на то, что есть целый ряд декоративных форм у пихты, допустим, бальзамической, пикколо или нано, у, соответственно, той же ели европейской, которые обладают компактной кроной. Они настоящие карлики, буквально полметра в диаметре. И в варианте их покупки, при витом варианте на штамбе, мы, опять же, получаем совсем небольшие компактные деревья. В завершении этого видео я хотел бы обратить внимание на то, что зачастую в посадках не хватает объема, а небольшие деревья, крупнорослые кустарники или карликовые деревья с выраженной четкой формой, они добавляют участку или композиции как раз-таки вот этого недостающего качества, объемного восприятия. Недаром часто такие растения называют, в том числе, архитектурными формами. Вес их и значение в композиции на порядок выше в сравнении с другими, потому как они привлекают свое внимание габитусом, то есть формой кроны, и, соответственно, сразу запоминаются и оформляют. Спасибо за просмотр. Увидимся в дальнейших видеообзорах на канале Процветок. Процветок 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 Процветок